Проверка соединения пишет мне оба гаджета, но, судя по всему, я в эфире, в прямом, не меняя традиции по будням со вторника по четверг, утро с горбочей, жду вас, жду, пока вы присоединитесь, что у меня здесь где стоит и лежит, и говорить сегодня с вами будем о такой штуке, как система самореализующихся планов, либо система самореализующихся целей. Говорила я уже о том, что в целом слово цели, мне как-то немножечко, вот эти постановки цели, мне в этом году и в этот раз как-то немножечко не заходит, немножечко появляется такое ощущение избитости и бесполезности в рамках тех событий, тех процессов, которые происходят сейчас в мире, в моём мире, например. Но, тем не менее, есть определённые технологии, которые позволяют всё-таки планировать так, чтобы приходить к желаемым результатам. Это может быть не до конца про постановку целей в тех форматах, в которых мы привыкли за последние 5-10 летия ставить цели по разным системам, но, тем не менее, есть определённый подход, который позволяет задавать вектор жизни. Так либо иначе, способы реализации цели, реализации желания, намерения, планов меняются, формат постановки этих планов меняется, а вот потребность в векторе жизни остаётся, когда есть это ощущение, я знаю, куда я живу в свой будущий год, я знаю, что я хочу в результате, я знаю, какие опыты я хочу прожить, каким состоянием я хочу прийти и каким результатом, с каким ощущением я хочу оглядываться на свой 22-й год. Так вот, сегодня я предложу вам такую систему, которую я практикую уже не один год, я её где-то чуть-чуть подзаточила, так как мне удобно, я даю её в полном формате, с ценностями в полном формате в архитектуре, но основная идея системы, механика, как это работает, я с вами поделюсь сегодня. Зовут меня, для тех, кто меня видит впервые, зовут меня Светлана Горбач, я психолог, психолог на всю голову, ко мне приходят за поднятием самооценки и доходов, две такие мои любимые напрямую связанные цели. Да, я сегодня, похоже, изменила почти традициям, да, доброе утро, мир и люди, живущие в нём, вижу ваше приветствие, доброе утро, доброе утро, мир. Ну что, погнали. Да, маленьких, два маленьких момента, я вот думаю, сделать анонс, потому что я не выкладывала анонс эфиров на эту неделю, завтра у нас среда, посвящённая телу, мы завтра будем с вами говорить о телесной метафоре, то есть вот всё то, что будем говорить сегодня, ещё завтра добавим телесные, особенно телесные практики, очень крутые, телесную метафору. Это я играю в эту телесную метафору, это мои наработки, и очень предложу вам попробовать. В четверг, по-моему, у нас там планируется что-то связанное с деньгами тоже, ну и в пятницу традиционная сказка. Не помню, не вижу, не знаю, есть ли здесь те, кто пишут эту сказку не первый год, ну, в общем, традиционная новогодняя сказка, последний эфир года, тоже уже не первый год я веду сказку на картах, мы пишем сказку года, такое делаем, программирование года. Посему, да, запланируйте эту неделю провести со мной, должно быть интересно. Так вот, поехали. Самореализующиеся планы. Ну, давайте на старте, да, на старте это какие-то планы, которые в целом есть на год. Вот, надеюсь, у вас тоже. Я не называю это целями, поскольку сейчас, ну, ставить цели, в принципе, такая история очень-очень относительная, очень много имеет смысл проходить на таких очень интуитивных. Помните, мы делали, я делала эфир, когда он предложил одну из своих практик прочувствовать год, в каких местах есть, на прошлой неделе, да, в каких местах есть точки высокой вероятности событий и в каких местах есть точки бифуркации, да, точки такие вот ямы, провалы, да, и можно добавить уже сейчас ресурс в эту яму, в этот провал, для того, чтобы её пройти более, более гладко. И вместе с тем я предполагаю, что у вас есть определённые желания на год, определённые цели, может, и страшновато ставить во всём, меняющимся таких, меняющихся системах, но определённые желания на год есть. Так вот, как большинство людей ставят задачи, планы, цели, если хотите, которым, в принципе, не суждено сбыться? Как это звучит обычно? Звучит тут примерно так. Я хочу в следующем году, я не знаю, поехать в такую-то, не знаю, поехать в такую-то страну, заработать столько-то денег, похудеть или поправиться на столько-то килограмм, познакомиться с такими-то персонажами, либо задружить с такими-то персонажами, либо, не знаю, встретить там любовь всей своей жизни, либо купить квартиру, либо, правда? Вот примерно в такой формулировке. Да, можно говорить о планах прийти к определённому состоянию, здоровую нервную систему, много эндорфина, дофамина и здоровую нервную систему. Можно говорить о прихождении, привести себя к определённому состоянию, но в большинстве случаев такие планы на год, они строятся вот в таком, да? И так, как учили когда-то, она должна быть понятной, конкретной, отсмартованной, с дедлайном и со всем остальным. Поставьте лайки, кто вот так вот ставил. Эти цели, вероятность их реализации минимальна, стремящаяся к нулю. Они не реализуются. Это цели уровня окружения, это цели, такие показательные цели. Мы их будем называть показательные цели. Показательные цели – это цель, либо план, который можно показать. Вот смотрите, я это реализовал. Вот фотография, да, фотография новой машины, фотография нового дома, фотография, не знаю, нового там ещё кого-то, да? Показательные цели. Показательные цели, они, если ставить показательные цели, они не реализуются, Потому что происходит большой разрыв между тем, кто есть человек, и вот этими показательными целями. Показательные и показушные – разные вещи, здесь разные контексты. Я не говорю про показушность. Это цели, которые можно показать своему окружению. Я не знаю, есть ли у вас такие задачи, такие цели, такие задачи на следующий год. У меня определенные планы показательные на 2022 год есть. То есть те цели, которые я смогу увидеть себе, показать. Как я знаю, там определенные цифры, определенные места, определенные состояния. Показательные цели. Теперь смотрите. Показательные цели, либо еще цели уровня окружения называются. Это те цели, это атрибуты этажа. Атрибуты этажа. Помните теорию дома? Те, кто меня смотрит не первый день, вы это слышали уже. Есть человек, он живет на каком-то этаже многоэтажки. Социальные многоэтажки. Кто-то живет в подвале, кто-то живет на первом этаже социальные многоэтажки. Кто-то живет на втором этаже, на пятом, на десятом. Не суть важно. И постановка целей – это такой взгляд на этаж выше. Иногда это взгляд на этаж выше, иногда это взгляд на два-три этажа выше. Так вот, на каждом этаже есть свои атрибуты. На каком-то этаже, атрибуты этажа, это будет москвич, я не знаю, там, и квартира с неделанным 50 лет ремонтом, это будут атрибуты этажа. На каком-то этаже атрибуты этажа будут, там, какая-то, ну, плюс-минус неплохая машинка. Что-то я к машинам сегодня прицепилась, не знаю, да? И какое-то колечко на пальчике. А на каком-то этаже возят там свой дом либо своя вилла. А еще на каком-то этаже будут там куча своих бизнесов, какие-то гигантские суммы на счетах и так далее. Вот эти вот показательные цели – это атрибуты этажа. И если вы ставите показательную цель, поехать туда, все то, что можно показать, а остаетесь при этом жителем своего этажа, то вот этот разрыв между этажами, он не даст реализовать эту задачу. Он не даст реализовать вот эти цели. Поставьте лайки, чтобы понятно, что значит атрибуты этажа и почему вот этот разрыв. Про то, что показательные цели – это просто атрибуты другого этажа. Поэтому они не реализуются. Потому что у человека разрыв. Человек смотрит, он на своем этаже пытается что-то делать, он на своем этаже пытается как-то трепыхаться, но он остаётся жителем вот этого своего этажа. И для него вот эти задачи, эти цели, которые он поставил, остаются недостижимы. Есть, я не вижу, то ли непонятно, то ли глючит какие-то соцсети. Но я не вижу. Напишите тогда, что понятно, если вы меня слышите, потому что я не очень понимаю. Понятно, либо надо подробнее. Для того, чтобы я могла... Напишите, понятно, либо поставьте лайк. Потому что у меня возникает... Я, конечно, могу сама с собой, собственно говоря, дорассказать в надежде, что кому надо будет увидеть. Так, Светлана... Ага, есть, всё, хорошо, вижу. Фейсбук как-то помалкивает. Но ладно. Но ладно, понятно. Может быть, задержка ещё просто такая есть в соцсетях. Окей, хорошо. Хорошо, теперь смотрите. Следующее. Как сделать так, чтобы вот эти показательные цели реализовывались? Как сделать так, чтобы показательные цели реализовывались? Нужно посмотреть на все ступеньки перехода на следующий этаж. И тогда задача будет звучать. И тогда задача будет звучать. Не реализовать вот эти цели, а несколько по-другому. Ну, жить шире. Жить шире жопы. Не очень понимаю, что ты имеешь в виду, Гринет. Ну, может, просто эту фразу, значение этой фразы не до конца понимаю. Окей. Так, смотрите. У каждого этажа есть, помимо этих атрибутов этажа, есть ещё определённые уровни, определённые стили. Есть те, кто окружают на каждом этаже. Есть некий стиль жизни, который ведут люди этого этажа. На каком-то этаже курят, не знаю, курят в парадной, а для какого-то этажа есть, не знаю, учатся выходить на террасу. Это про этажи. Когда живёшь на первом, а показываешь на десятый. Ну, показывать, понимаешь, вот жить на первом, а показывать на десятом, это мечтать о десятом, это всё равно жить не шире, это всё равно жить на своём первом, но мечтать о десятом. И, в принципе, если мечтаешь о десятом, постепенно туда двигаешься, так это же супер. Это замечательно. Я, наверное, если бы не мечтала о десятом, фиг бы до какого-то своего третьего, пятого. Догребла бы. Окей. На каждом этаже есть, помимо атрибутов, определённые правила жизни. И тогда как можно сформулировать, простать жителем вот того этажа, атрибуты которого являются вашими показательными целями. И тогда основная задача, основная задача, это не купить машину, дом, квартиру, поехать, не знаю, на Мальдивы, либо ещё куда-то, что включает конкретно вас. Меня многие вещи не включают, меня включают совершенно другие. И тогда сама основная задача года звучит по-другому. Тогда на год ставится один основной план. Я уже начинала на каком-то эфире про это говорить. Ставится один основной план. И этот один основной план звучит примерно так. Я хочу стать и быть человеком, либо женщиной, которая, мужчиной, который. И дальше вот эта вот новая ваша идентичность, кем вы хотите стать. Попробуйте сейчас представить, что у вас уже всё это есть, то, что вы хотели. Что у вас вы уже были в том месте, куда вы хотите поехать. Вы уже пришли к тем показателям в работе, к которым вы хотели прийти. Вы пришли к тому уровню близости и тепла в отношениях, к которым вы хотели прийти. Вы пришли к тому внешнему виду, как вы хотели выглядеть. Вы пришли к своему внутреннему состоянию, в котором вы хотите находиться. Кто вы тогда? Вот это самая главная задача. Если сформулировать, кто вы тогда. Я намерена стать и быть женщиной, которая и дальше формулировка. Либо мужчиной, который и дальше формулировка. Вот кто вы, кем вы в том моменте являетесь? Кто вы тогда? Вы тогда суперуспешный специалист в своём деле. Вы тогда человек, сочетающий, не знаю, там гармонично какие-то вещи. Вот мне гармонично сочетающим не нравится словосочетание. Но это лично моё такое отношение. Вы живущий в балансе между работой и домом. Кто вы тогда? Какая идентичность ваша? И вот когда вы вначале представляете, какая ваша идентичность, ваша основная цель становится на 22-й год. Одна. Но она подтянет все остальные, и сейчас вы видите как. С формулировки можно не писать, но чтобы мы могли двигаться дальше, можно не писать свою основную цель, но чтобы мы могли двигаться дальше, просто напишите, либо поставьте лайки, что у вас есть понимание, а кто вы тогда. у вас в этом месте по идее появляется некое совершенно новое видение себя и совершенно новое видение вообще своего другого стиля жизни. И это тоже важно понимать. Потому что буквально вчера рассказывала, когда ввела обучение для ведущих группы, ведущих игры Метус, был такой вопрос, а что делать, если человек не очень готов идти в изменения. И мне кажется, если я пойду в изменения, то моя нынешняя жизнь разрушится. Я очень честно сказала, разрушится. Разрушится. Ваша нынешняя жизнь разрушится. Потому что ваш нынешний уклад жизни изменится. Вы будете жить по-другому, по другим правилам. У вас постепенно будет выстраиваться другой круг общения. Вы будете отказываться от некоторых существующих. Это какая, Татьяночка, спокойная, уверенная, в гармонии, это ответ на какая. А я спрашиваю, кто ты тогда, а не какая? Кто ты? Кто ты, когда у тебя всё это есть. Не какая ты, а кто ты. Вот этот вот уровень идентичности, кем вы хотите быть. Кем вы хотите быть в начале. Окей? Когда вы понимаете, кем вы хотите быть, вы задаёте себе вопрос, а почему для меня это ценно? Что такого ценного, быть тем, кем вы хотите стать? У меня есть сведения, я сейчас, ну, чуть-чуть заморочу вас, конечно, и как это соотносится с тем, кем вы хотите быть через пять лет. У меня есть очень чёткое понимание, кем я хочу быть через пять лет, и через три года, и через два года, и через год. За счёт этого не просто каких целей я хочу достичь, а кем я хочу быть. И когда вы смотрите, кем я хочу быть, это самая главная задача 22-го года. Смотрите, что происходит тогда. Когда у вас есть понимание, кем вы хотите быть, ваша главная задача 22-го года, вы задаёте себе следующий вопрос, почему для меня это важно. Что такого важного мне это даст, когда я вот этой, либо этим стану? И когда этот вопрос задаётся, сюда к этой цели, очень большой, очень значимой, привязываются и ценности. Ценности – это тяговые лошадки, которые вывозят на себе ваши цели, ваши задачи. Это тяговые лошадки. Ценности, внутренние ценности реализуются всегда. Внутренние ценности реализуются всегда. У нас очень большой блок в архитектуре года, когда мы достаём и создаём иерархию ценностей самых мощных, самых сильных, самых значимых ценностей и соединяем, впрягаем их вот в эту систему самореализующихся планов. И тогда она выводит, всю систему выводит в нужное русло. Женщины, владеющие своим здоровьем и гибким телом. Отлично. Отлично. Да. Вот это тот, кто я. Я женщина в 22-м, да, в конце 22-го года, я женщина, владеющая своим здоровьем и гибким телом. Супер. Вообще, вообще отлично. Да. И почему тогда это для меня важно? Это большой кусок. То есть сейчас я вам предложу просто написать для себя основные, да, потому что тогда, да, возможно, здесь есть ценность здоровья, возможно, здесь есть ценность, если я буду здоровой, ну, я на примере Ларисы, потому что она написала, да, если я буду здоровой с гибким телом, у меня будет больше сил, я буду больше, буду более энергична, буду больше зарабатывать. Возможно, у меня будет, не знаю, больше радости в жизни, лучше, крепче отношения, и ещё что-то. Почему это важно? И вот следующий этап, мы просто идём, ну, двигаемся назад, да. Когда для меня это важно, во что я верю? Во что я верю тогда? Это некие такие системы убеждений, убеждений, которые либо приводят, либо приводят вас, куда вы хотите, либо не приводят. Либо вы двигаетесь, да, не либо, вы в любом случае двигаетесь в соответствии со своей системой убеждения. И если вы обнаруживаете, что вы вдруг не верите, что для меня это вообще возможно, вы не верите, что для меня это вообще возможно, Тогда первое, что имеет смысл сделать, это найти любую технику работы с убеждениями и изменить это убеждение. Я вчера постила, если хотите, посмотрите, постила из чата продаж для психологов, есть чат продаж для психологов, сейчас идет программа на финишной прямой, из чата продаж для психологов я вчера постила даже не результаты, а впечатления участниц, которые снимают с себя буквально наслоение ограничивающих встановок. Есть огромная, есть такая большая техника, я ее даю в продаже для психологов, называется перепрошивка, техника модификации опыта, изменения прошлого опыта. И когда вы меняете прошлый опыт, у вас огромные полосы снимаются, открываются возможности. Так вот, когда вы находитесь на уровне убеждения и вдруг обнаруживаете, что вы считаете, что для вас это быть вот этой новой, да, женщиной, владеющей своим здоровьем и гибким телом, нереально вдруг, это первое, с чего имеется смысл начать, это пойти и проработать по любой системе работы с убеждениями, которые вы съедите. Многие давала я, многие из вас проходили у меня какие-то программы, есть, можно просто гуглить, да, можно пойти проработать это убеждение со специалистом, но начать надо с этого. Следующий этап, следующий, это когда я вот уже являюсь вот этой женщиной, у которой, которая владеет своим здоровьем и гибким телом, а какие у меня там навыки, что я тогда знаю и умею, какие задачи и планы, навыки, да, какие мне нужны навыки, вот в том состоянии, когда я уже, она, как написала Лариса, женщина, владеющая своим здоровьем и гибким телом, какие навыки у меня тогда там есть? Определяете те навыки, которые у вас там должны быть, и сегодня еще нет, и сегодня еще нет. И следующий вопрос будет, а какие привычки меня привели к этим навыкам? Какие привычки меня привели к этим навыкам? Там будут всего 2-3 привычки, которые у вас, у новой, да, есть, а сейчас еще нет. И когда вы начинаете планировать, ставите такие простые задачи, очень простые, называются поведенческие цели, либо поведенческие задачи, когда вы ставите очень простые поведенческие задачи, вы обнаруживаете, что эти самые поведенческие задачи, поведенческие планы формируют навык, который вам необходим, делает этот навык вас тем, кем вы хотите быть, А у того, либо у той, кем вы хотите быть, атрибуты этажа – это ваши когда-то показательные цели. И когда вы строите вот такую систему задач, это становится, особенно если она еще привязана к ценностям, это становится системой самореализующихся планов. Вы не реализуете покупку машины дома, выход на какой-то уровень финансов, я не знаю, там, странения, либо еще чего-то. Вы начинаете двигаться по поведенческим задачам, прикрепленным к внутренним ценностям. Понимаете механизм? Вы начинаете двигаться по поведенческим задачам, которые у вас сцеплены. Ну, к сцепку мы, крепкую сцепку будем делать уже в субботу, да, в субботу на архитектуре реальности. То, что мы там делаем, мы делаем первая часть, вот первая часть архитектуры – это создание такой системы самореализующихся целей, самореализующихся планов. У вас получается 10 целей на год, 10 задач на год. В ДНК денег – это есть изменение прошлого опыта. Да, Лариса, в ДНК денег – это есть изменение прошлого опыта. Да, есть эта техника в ДНК денег, вы полностью правы. Тымо, да. Очень, ну вот прям очень крутая штука, очень рекомендую. Абсолютно верно. Да, мы делаем систему самореализующихся планов. У вас получается 10 на год. Поверьте, это год становится просто поворотным, ну, совершенно, совершенно прорывным. И каждую из них привязывается к такой лошадке десятка внутренних ценностей. Есть иерархия внутренних ценностей. Вы определяете десятка внутренних ценностей, вы определяете, какая ценность самая значимая, какая ценность внутри вас. Порой это бывает потрясающее открытие. Вдруг вы можете обнаружить, что то, к чему вы стремились, оказывается, у вас десятки ценностей, самых первых, вообще нет. И тогда становится понятно, почему у вас не получается. И тогда становится понятно, почему эта задача из года в год, из года в год переносится. Она не подкреплена ни одной из ваших внутренних ценностей. И когда вы создаете вот эту систему самореализующихся планов, вы обнаруживаете, что всё, что вам нужно, это просто не замахиваться на что-то там очень-очень гигантское, большое, далёкое, а двигаться по поведенческим задачам. И тогда атрибуты этажа, вы становитесь вот этим жителем нового этажа. Понятна эта система? То есть как нужно перевернуть вообще своё сознание, как нужно перевернуть свои планы на год для того, чтобы в конце 22-го года оглянуться и сказать, вау, несмотря на весь трешак, творящийся в мире, у меня был обалденно крутой год. В прошлом эфире увидела, что не было здоровья и тела. Ага, может, ну то есть такого, да, у него тоже очень долго не было здоровья и тела в списке ценностей. И я в своём случае, когда включала в себе необходимость, да, уделять внимание телу, привязывала те ценности, которые есть. То есть я прям не вписывала, не очень, напишите, задайте вопрос, что именно не очень, где нужно, ну где нужно более подробно объяснить. Сейчас пока Ларисе прокомментирую. Я не вписывала туда ценности, потому что внутри их нет. От головы я могу вписать всё, что угодно. Я смотрела, какие ценности мои будут реализованы, если я буду уделять больше внимания своему здоровью и телу. То есть бесполезно пришивать от головы, вписывать ценности, но если их там нет, так что же теперь делать? Их там нет, у меня их не было. У меня есть подозрения, что их и сейчас там нет, если уж совсем честному, по-честному. Но, например, у меня есть ценность быть лучшей. Ну вот такая моя нарциссическая история проявляется. Да, есть у меня ценность быть лучшей, есть у меня ценность деньги, есть у меня ценность власть, есть у меня ценность работы, есть у меня ценность развития, интереса, драйва. Вот это мои ценности. И тогда я привязываю необходимость, как будет реализовываться, как будут реализовываться мои внутренние ценности, когда я буду заботиться о своём теле. Вот этот момент важно понять. Я не добавляю новые ценности. Нет у меня, ну правда, каюсь, у меня нет внутри. Может быть, где-то там уже стало появляться, но в десятке сильнейших в моём случае нет ни ценности здоровья, ни ценности тела, ни ценности красоты. На удивление. Так, теперь отвечаю. Поведенческие ценности. Нет понятия поведенческие ценности, есть понятие поведенческие цели. Ценности – это внутренние мои ценности, это любовь, семья, счастье, здоровье, тело, деньги, власть, секс, развитие, удовольствие, комфорт, риск, драйв. И так это вот внутренние ценности. Я делала на ком-то из эфиров, давала вам упражнения за две минуты написать 20 слов значимых, важных для вас, внутренних ценностей. И вы писали. На архитектуре года там даётся большая развертка, мы там серьёзно очень работаем с ценностями, потому что именно ценности вытягивают, когда мы делаем ценности такими тяговыми лошадками, впрягаем их, впрягаем их в цели. Тогда они начинают вытягиваться. Это ценности. Я привязываю желание постранить к тому, что люблю фрукты. Я не знаю, как это связано совершенно, потому что фрукты вряд ли могут быть ценностью. Ценность может быть удовольствие от того, что вы едите фрукты, не знаю. И в принципе от фруктов постранить, по-моему, сложновато. Я точно не диетолог, но сахаров там немерено во фруктов, поэтому я бы тут как раз посомневалась. А вот ценности, ценности – это то, что есть внутри, то ценное, значимое – это ценности. А есть поведенческие задачи, либо поведенческие цели. Поведенческие цели, либо поведенческие задачи – это, например, я не ставлю себе целью похудеть, я не ставлю себе целью постройнеть. Но я ставлю себе задачу три раза в неделю, не знаю, три раза в неделю танцевать зумба. Или там 15 минут в день, но каждый день. 15 минут в день приседать, но каждый день. Но не больше 15. И вот здесь, кстати, есть такая ловушечка, потому что больше 15 минут нельзя на первых этапах, первые месяца – два, три точно. Потому как есть риск сорваться в часовую тренировку, а потом заставлять себя тренироваться по часу, становится – это не поведенческая задача, это уже такое может восприниматься как насилие. И в результате вы придёте просто к тому, что отвернёте себя от этого, сольёте себя. Так, ценность, честность – это ценность в контексте. Честность, да, это может быть ценностью, конечно. Это не обязательно в контексте привязки к целям. Нету контекста привязки к целям. Есть ценность, а потом мы смотрим, как эта ценность реализуется, да, как она будет реализована, когда моя цель, моя задача будет реализована. Какое удовлетворение получит эта ценность честность, если моя цель реализована? Да, ну тут не про контекст. Так, стало понятней? То есть вы ставите вот в эту систему самореализующихся планов, вы ставите, вы задаёте себе вопрос, когда у меня есть, я хочу там похудеть, пострадать, выйти замуж, купить машину. Уже докопалась до машины, у меня вроде всё хорошо с машиной. Хотя, правда, если похудеть, с целью не стоит. Ну да ладно. И ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то – это показательные цели. Показательные цели – атрибуты этажа. То есть сама задача… Можно ещё один пример, пожалуйста. Задайте вопрос, пожалуйста. Я тогда пример чего. Ну смотрите, хорошо, давайте так. У меня есть моя задача – да, кстати, быть, не знаю, там, мега-крутым специалистом в 22-м году. Я, в общем, крутой специалист, а хочется ещё круче. Но это, кстати, очень соотносится с моими ценностями. Я точно знаю, по каким параметрам я это определюсь, как я кратно вырасту, там, не знаю, в деньгах, в команде, в оборотах, в проектах, ещё в чём-то. Это показательная цель. Это то, что я смогу показать. Скажите, смотрите, я и в этом году тоже там в три раза или в пять раз выросла. Это показательная цель. Кто я, когда у меня эта показательная цель есть? Я мега-крутой специалист. Да, вернее, так, показательная цель – это увеличение оборотов, увеличение членов команды, увеличение, не знаю, там, моих продуктов, узнаваемости и так далее. Вот это всё показательные цели. Поехать там в определённые страны, которые у меня прописаны на 22-й год, получить такие-то опыты и удовольствия, которые у меня прописаны на 22-й год – это всё показательные цели. Цель уровня показательности. Есть уровень идентичности. Есть кто я тогда? Я тогда офигенно крутой специалист, известный, узнаваемый, да, там, гармонично сочетающий в себе тратата. Не буду сейчас полностью туда влезать. Дальше. Сейчас, Наталья. Какие навыки мне нужны? Почему для меня это важно? Ну, у меня есть моя внутренняя иерархия ценностей. Я сейчас не буду про это заморачиваться. Это мы будем делать на архитектуре реальность, на архитектуре года. У вас это тоже будет. У тех, кто там будет, будет понятно, какие ценности как вытягивают. Какие навыки мне для этого нужны? У меня есть перечень навыков, которые мне для этого нужны. А какие поведения, какое поведение меня приведёт к формированиям этих навыков? Какие поведенческие задачи? Я себе тогда внедряю просто определённые поведенческие задачи. Большая часть из них у меня уже внедрены, поэтому я просто продолжаю. Ну, например, я себе внедряю дополнительно скорочтение. То есть поведенческая задача – два раза в неделю заниматься скорочтением по утрам. Два раза в неделю прочитывать. У меня там есть определённый материал, который мне нужно пройти, выучить. Два раза в неделю я хочу заниматься вот этим. Три раза в неделю мне необходимо… Два раза в неделю у меня уже… Это уже тоже внедрено йога. Один раз в неделю каток. Потому что мне тело для этого надо. То есть я формирую свои поведенческие задачи, что я включаю каждый день. По какой-то небольшой… Я внедряю эти привычки, эти поведенческие задачи по одной в месяц, не больше, иначе можно порваться. И тогда, когда у меня есть вот такой вот стиль жизни, поведение формирует стиль жизни. У меня есть вот такой вот стиль жизни. И этот стиль жизни соответствует тому, кем я хочу быть. И тогда поездка в эти страны, цифры, которыми я хочу прийти, они становятся естественным продолжением этого стиля жизни, этих поведенческих задач. Так, понятно? Так, непонятно, как честность может реализоваться через исполнение цели. Так, не знаю. Ну, я не знаю. Совершенно не знаю. Может, и не может. Может, это у вас другие. Пока что вы взяли какую-то одну ценность и пытаетесь найти, как её пришить к какой-то цели. А у вас есть иерархия внутренней ценности, их не одна, эта ценность. И очень может быть, более того, скорее всего, и вероятнее, уже 10, скорее всего, и вероятнее всего, честность не входит в десятку ценностей. Скорее всего. Потому что то, что потом, оказывается, из бессознательного мы достаем, то, что в сознании у нас было, отходит в сторону. Я очень многое считала про себя. Я параллельно открываю уже комнату для участников ПДП, продаж для психологов, поэтому, sorry, буду сейчас уже отвлекаться. Потому что очень часто то, что мы думаем о себе, когда мы начинаем доставать систему из бессознательного, мы очень удивляемся. Никогда в жизни не забуду, как я просто меня прошторила, проштырила, не знаю, как хотите, назовите, когда я поняла и увидела свою систему ценностей. И она резко отличалась от того, что я о себе думала, но зато все сложилось по полочкам, все просто пазлик так щелк, и я поняла, чем я на самом деле в жизни руководствуюсь. Окей, прекрасно, очень понятно, написано, если смотреть всегда эфиры, все понятно. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вы попробуете. Ну, во-первых, welcome, да, я все еще приглашаю в архитектуру. Года, пятница, суббота, воскресенье ближайшая. Я очень-очень рекомендую пересмотреть свои задачи и составить свою систему самореализующихся планов. В таком случае они, эти планы, не могут не реализоваться. На сегодня все. Я с вами на сегодня прощаюсь. Мы встречаемся с вами завтра в 9.20 и будем говорить о телесной метафоре, о том, как через тело помочь себе реализовать задачу. Это все. Не забываем, пожалуйста, нажимаем на кнопочку, делимся эфиром. Я с вами прощаюсь. Пока-пока и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok